Золотое наследие Алишера Наваи. Такова тема духовно-просветительского мероприятия, организованного Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан. На что акцентировали внимание участников, знает моя коллега Кристина Зуева. В многогранном творчестве великого поэта, государственного деятеля Алишера Наваи, тема дружбы и сотрудничества между народами занимает особо важное место. Различные национальные культурные центры, действующие в Узбекистане, по сей день изучают произведения великого мыслителя, переводят их на многие языки. Я думаю, 2021 год – это год нашего Алишера Наваи. И я полагаю, что пройдут у нас еще достаточно мероприятий не только на площадках Комитета нашего Русского культурного центра, но и в наших региональных подразделениях, которые созданы в Республике Каракал-Пахстан, в областях и городах нашего Узбекистана. Хочу сказать, что сегодня также прошло и другое наше мероприятие, которое мы считаем тоже значимым. Это подписание договоров соглашения с ведущими вузами в области культуры вместе с Русским культурным центром Узбекистана. Донесение до молодого поколения идеи дружбы, истинной человечности, доброты, национального и общечеловеческого. Воспетые в произведениях Алишера Наваи популяризация литературного и научного наследия великих поэтов в нашей стране и за рубежом является главной целью данного мероприятия. Отмечалось, при переводе произведений Наваи необходимо интерпретировать и ознакомить читателей с межнациональным согласием и солидарностью, толерантностью. И именно через книгу, через литературу, сохранение литературы как действительно дорогого дара из поколения в поколение, который должен переходить, именно это той основой, на которой наша молодежь должна действительно учиться. Великие классики мировой литературы говорят, что человечество движется беспрерывно, но каждое молодое поколение начинает свой путь сначала. И чтобы этот путь был успешным, необходимо, конечно, для них сохранить вот эту духовную сокровищницу. Наш президент всегда подчеркивал, подчеркивал значение воспитания культуры чтения. В рамках мероприятия исполнены газели и рубаи поэта, а также подписаны соглашения о сотрудничестве с Русским национальным культурным центром и ведущими вузами в области культуры Узбекистана.